Привет, дорогие друзья! Сегодня снова влог. Как всегда. Девчонки, думай. Думаю. Как мне сбросить вес? Вот я пару килограмм набрала за праздники новогодние, а сбросить у меня пока не получается. Вот я думала, думала. Потом думаю, ну может быть мне перейти на вот такое вот питание. Я так думаю, что оно низкокалорийное, хотя не знаю. Сейчас покажу. Вот ведро вредностей, посмотрите. Так, чипсы. Какой-то багет с королевским крабом. Ну там полезности. Видите, апельсинки и сырок в шоколаде. Сырок в шоколаде. Вот я думаю. Интересно. Смогу ли я вечером без ужина просто продержаться на вот этих вот... На этой ерунде. Я не знаю. Ну как-то надо сбрасывать этот вес лишний накопившийся. Я не знаю, что делать. Девочки, вот вы думаете, что я всегда такая радостная. У меня тоже бывает. У меня тоже бывает. И какое-то недовольство. И какое-то это, какое-то раздражение. Всё бывает, как у всех. Ну, как это, пытаюсь с этим бороться. Ну, вы знаете, чаще всего вот это недовольство у меня всё-таки переходит на меня. Я могу злиться на какие-то обстоятельства. Я могу быть недовольной. Меня что-то раздражает. В итоге я возвращаюсь к себе и понимаю, что это моё восприятие. Это именно моё восприятие. Я просто начинаю представлять. Ну, а вот сейчас мне 20 лет. Я бы так сильно заморачивалась. Нет, не заморачивалась бы вообще. Я бы как бы мимо проскочила, знаете. У меня были бы совершенно другие мысли. Там столько эмоций, столько всего. Ну, в общем, так. Правильно. Интернет правильно говорит. Всё внутри нас. И радость, и печалька, и раздражение, и недовольство. Всё внутри нас. Конечно, внешние обстоятельства играют роль. Бесспорно. Но всё равно это всё внутри нас. Ладно, девочки. Мы с вами будем с этим бороться. Так уже поднадоела эта пасмурная погодка. Летом я о ней мечтала. А сейчас, знаете ли, когда солнце выходит, оно же ещё не жаркое, оно ещё очень приятное. И тогда, вы знаете, настроение другое. Ну, сейчас у меня хорошее настроение, нормально. Хотя уже... Ну, вот, на улице уже темнеет. Я хотела сказать, что уже далеко не утро. Я вот раскрыла окно. Ну, оно у меня всегда открыто. Я просто имею в виду, что шторки я в разные стороны раздвинула, чтобы окошко побольше было. Вообще, люблю открытые окна. Люблю открытые пространства. Вот мне... Чтобы широко было. А теперь немножко... Это наша с вами любимая тема, девочки. Открыла вот эти духи. Очень они мне сегодня нравятся. Я в них сегодня буду ходить. Так, что у нас тут? Что это у нас за духи? Покупала я их, наверное, не в прошлом, а в позапрошлом году, наверное, покупала я их. Да, да. Вот они у меня стояли-стояли. И им надоело стоять. Они о себе, видимо, как-то напомнили мне. И мне они сегодня... Вот этот пузырёчек. Я его уже выставила в коридор, в прихожку. И уже надушилась. Но когда буду выходить, я ещё надушусь. Ещё разочек. Так, всё, моё видео загрузилось. То, которое вы уже посмотрели. И я иду монтировать. Ой, монтировать, выпускать. Я его уже смонтировала. Вообще, девчонки, иногда хочется, знаете ли, вот о чём-то поговорить, пооткровенничать. Но дело в том, что аудитория, понимаете ли, большая. И у каждого человека своя точка зрения. И, как это, откровенничать совершенно, вот так вот совсем откровенничать, как-то, наверное, будет неуместно. Но всё равно понемножку я с вами разговариваю, где-то даже советуюсь, что-то там вам рассказываю. Ну и показываю всю свою жизнь, да, вот как оно есть, так это... Вот свою жизнь, вот эту вот всю показываю. А это мы в кафе. Ну вот мы иногда любим пойти, прогуляться, где-то посидеть, просто поменять обстановочку. И вот сидим, немножко показываю. Хочу показать вам свои украшения. Ой, запотела камера. Вот украшения мои. Бусики такие на цепочке. Это я сама делала. Вот, девчонки, я вас снимаю. Вот такие вот вкусняшки. А я уже съела зефирки и пенку. Но я успела сфоткать в инстаграме. А, видишь, а для меня не успела. Ну, то есть, нужно в туалете репортаж снимать. Да. Ну, там камера. Так, мой куассан. Ну, что ж, у меня прямо кошмар какой-то. Запотевает камера, прям вся мокрая. А у меня очки. Да, ты представляешь? Вот так. Не на юг, а очки будет делать. Шарики. Настюха, ты возьмёшь шарик? Тра-ля-ля. Иди обратно. На сумке. На сумке. На. Маришка сидит в интернете. Я тоже сидела. О. Вон моя сумочка стоит. Крас. Ярко-красная. Правда, при таком свете она не такая уж яркая, не такая уж красная, а совсем даже не красная. Ну, не знаю. Может быть, потом... Может, я её потом ещё отфильтрую, чтобы она взяла свой цвет, показала. Настюша, есть. Я снимаю. Я думаю. Вот ещё что-нибудь интересное. Давайте-ка я вам покажу... На солнышке покажу вам наборчик, девочки. Это серебро и фианиты. Наборчик так, чтобы на него солнышко падало, чтобы посверкал. Когда-то мы, по-моему, в тринадцатом году ездили в Крым. И я всё время носила вот эти вот серьги и подвеску. Сейчас я покажу их вам так, чтобы вам было их видно. А пока вот сейчас посверкаю немножко. Так. Рядом с котиком снимаю. Хотела с подоконника снять, но кот пришёл и сказал, что это его место. Так. И вот носиком своим тычется. Вот такая веточка. Сейчас я покажу её со всех сторон, как смогу. Серебряная веточка, подвесочка. И такие же серьги. Сегодня я это надену. Я всё-таки выясняла, как мы... Я уже говорила, по-моему, если снимаешь, значит надеваешь. Вот я надену сегодня вот эти украшения. Соскучилась. И ещё вот это хотела снять и показать вам лампочки. А вокруг камина, вот, которые по-белому были у меня, перегорели. Дальше поломался мой любимый браслетик, который я носила, не снимая. Очень я его любила. Ну, я не знаю, любила или люблю, я не знаю. Но носить его я уже не буду, потому что он поломался. Но поскольку он всё-таки не серебряный. Ну, и потом, знаете ли, это такая тонкая работа. Здесь вот перемычка поломалась. Кто там с ним будет возиться, тем более он со стразиками. В общем, поломался всё. Носить его уже невозможно. Да. И ещё. Моя любимая цепочка. Моя любимая, очень удобная цепочка. Что поломалось тут у меня? Тут у меня поломалась вот эта застёжка. То есть она... Вот, видите? Всё. Она уже не работает. Совершенно не работает. Всё. Её надо менять. Ну, я поменяю на простую застёжку. Это я знаю, как я тут сделаю. Но, конечно, это уже ремонту не подлежит. Вот этот вот браслетик. Всё это случилось в течение двух дней. И вот из такой чашечки я пью кофе. Друзья, мы только вернулись из города с Серёжей, ну, из центра. В общем, переделали очень много дел. Попали под дождь. У нас сегодня дождь. И я взяла новые каталоги. Каталоги Эйвен. А я так устала. Мы много ходили. Взяла два новых каталога Эйвен. Так что, девочки, мы с вами будем смотреть эти каталоги. Ну, конечно, не сейчас. Я сейчас так устала. Мне хочется прям так, знаете, провалиться в это кресло. Вот. Так что сейчас я в интернет. Ну, а уже, наверное, завтра мы посмотрим каталоги. Друзья, отправляюсь на прогулку. Беру с собой фотоаппарат. Если будет что-то интересное, пожалуй, поснимаю. Я сейчас спущусь на нижнюю набережную и пройдусь вдоль берега. Водички хочется. Ну, в смысле посмотреть на водичку. Северная, серо-свинцовая вода. Сегодня очень прохладно. Ну, а здесь еще и влажно. Около воды, около реки. Ну, в общем, такая прогулочка. Довольно прохладная зимняя прогулка. Ну, скоро уже весна. В общем, я люблю все времена года, кроме жаркого лета. Травка у нас очень даже, очень даже такая. Очень зелененькая. Моя сумочка. Оп. А вот и цветок увядший, безуханный. То бишь розочка. Чё-то их как-то бросили. Травка. Травка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Горки Мне нравится по горкам ходить Вот так Мостовая Наша старая-старая мостовая Старинная Вообще Люблю Чистый свежий воздух Ну что? Мы неплохо погуляли Прогулялись Это я с утра в окне Вы меня узнали По кофейку, мои дорогие друзья Сейчас минус один Но солнечно Знаете, да Действительно солнышка все-таки не хватает Когда каждый день пасмурный То это становится скучно Поэтому солнышко радует Вообще Я очень люблю пить кофе на природе Знаете Я бы не против на берегу моря попить кофе Я иногда Именно с утра, да Я иногда Включаю Компьютер Включаю Релакс Там, где море Плещется И пью кофе Как будто бы я Нахожусь на берегу Вообще, девчонки Я жуткая фантазерка И в своих фантазиях Где меня только не носит Нет, конечно Наяву Это было бы Круто Но, знаете Не всегда наши желания Совпадают с нашими возможностями Так выпьем же Кофеечку За то Как сказал Товарищ из Кавказской пленницы Чтобы наши Желания Совпадали с нашими возможностями Зато я пью кофе В прекрасной компании В вашей компании Мои дорогие друзья А вы в моей? Ну, птички у нас сегодня Конечно, поют изумительно Прям щебечут-щебечут Тут еще Синичка включалась Ну, улетела куда-то Только слышу воробьев сейчас Но была и синичка Так красиво Вообще, очень люблю щебет птиц Я уже говорила Ну, почему бы не повторить Приятно Еще одна картинка А сегодня у нас уже 16 февраля Скоро мой день рождения Третьего числа Да уж Меньше двух недель осталось Вот так вот Третьего марта У меня день рождения Да Мне будет Ну Немножко больше Тридцати Да-да-да Ну Надеюсь, вам было Не скучно Третьего не Третьего не Субтитры создавал DimaTorzok